На Болткоме Продолжается утро на Болткоме. Всем доброго утра, хорошего дня, хороший, обещаем день, четверг, 22 апреля. И, несмотря на прогноз погоды довольно печальной, солнце еще светит. Ну да, светит солнце и в мире отмечается Международный день Земли, это Международный день ООН. А Россия, кстати, отмечает День защиты от экологической опасности. Также еще один из непрограммистов, их там, по-моему, несколько отмечается, но вот один из них тоже приходится на сегодняшний день. Ну, про экологию и вообще про... Мы чуть-чуть... Чуть-чуть, буквально потерпеть осталось несколько секунд, потому что невозможно не отметить юбилей, который в этот день происходит, и я тоже предложил бы нет-нет, да и отпраздновать. Потому что сложно себе представить, что в 2001 году состоялся премьерный показ мультфильма «Шрек». Первому «Шреку» сегодня 20 лет. 20 лет? 20 лет премьерному показу «Шрека». Как бы все растут чужие «Шреки», да? Это просто кажется невероятным. А в 1370 году началось строительство Бастилии. Крепость, которые содержались узниками, которые были многие там, скажем так, политические оппоненты французских королей и прочие-прочие там преступники. Крепость эта была разрушена восставшим революционным народом во время французской революции. Две даты, связанные со средствами передвижения. Начнем с исторической. 1760 год, 21 апреля, на одном из музыкальных вечеров в Лондоне прошел дебют роликовых коньков. Причем прошел он так с выдумкой. Молодой музыкант-бельгиец Жан-Жозеф Мерлин, или Мерлин, Мерлин, наверное, все-таки Франция, Бельгия, вкатился в зал на изобретенном им средстве передвижения со скрипкой в руках. Правда, никого не успел поразить мастерством, никто не успел рукавсплеснуть этому новому изобретению, как он врезался в зеркало. Как вы прекрасно сказали, пойду-ка я рукавсплесну. Рукавсплеснем по поводу второй даты. Вот я обещал две, связанные со средствами передвижения. В 1989 году по инициативе руководителя Латвийского клуба антикварных автомобилей Виктора Кулберга был основан Рижский мотор-музей. А в 1961 году произошли выборы на Гаити. Там тогдашний президент Франсуа Дювалье организовал все, как полагается. Выборы проходили под наблюдением военных. Людей, значит, гражданских, военные конвоировали к урнам. Каждому давали только один бюллетень, на котором было написано «Доктор Франсуа Дювалье президент». Больше других бюллетеней не было. И люди, значит, должны были под дулом автомата опустить этот бюллетень в урну. И затем подсчитали голоса, говорят, единогласно избрали. Вот чудо-чудо. Прямо вот все 100% проголосовавших выбрали Дювалье. Потому что у них не было других урн, и не было возможности сортировать кандидатов. Вы так элегантно подводите к нашей теме экологической. Ну, так себе элегантно получилось. Но хоть какая, но подводка. Ой, подводка. Все годится. Директор Латвии Зальпунтс Каспар Закулей с нами на прямой связи. Доброе утро. Здравствуйте. Доброе утро. Доброе утро. Вчера официально был дан старт мероприятию, которое на Алтырском прекрасно называется «Шкир атлона петсиня» с такой вот «Пятиборья по сортерону». «Шкир атлона пятиборья», скажем так. Да-да-да-да-да. То есть, обращают внимание нас с вами на важность сортировки мусора и наличие специальной инфраструктуры, позволяющей легко и удобно сортировать бытовые отходы. И в рамках этой кампании возле Дома Конгрессов, если кто ее не видел воочию, если кто еще почему-то на портале MixNewsLV не прочел об этом и не поделился фотографиям, стоит монументальная муха. Ну, видимо, у нас что-то... Нет, это не муха, это пчела. Пчела. А, я думал, навозная муха, все-таки мусор, отбросы. А это, оказывается, пчела. Хорошо. Каспар тогда объяснит, почему это пчела. К чему, как это связано с мусором, с сортировкой мусора? Да, ну, я начну сначала. Мы почти каждый год делаем опросы. Опросы жителей, их привычек насчет сортировки мусора. В прошлом году более чем половина латвийских населений, то есть 60%, указали, что они самостоятельно сортируют свои домашние отходы. Для сравнения, 2011 год, это было 34%. В 2018 году это было 56%. Это значит, что люди, которые дружелюбны, окружающие среды, то есть число их каждый год возрастает. И вопросы, мы задали еще такие разные вопросы. Например, что бы помогло, чтобы еще больше народа начало сортировать свой мусор? Ну, ответ был, конечно, естественный. Дайте нам больше сортировочных контейнеров, и мы будем больше сортировать. Насчет самого мусора. Последние 10 лет объем мусора на одну душу населения возрос на 100 килограммов. То есть это сейчас уже где-то порядка 439 килограммов на человека, которого мы производим мусором. А прорабатывается только 30% из всего мусора. Ну и мы потому решили, что нужно запустить компанию вместе с нашими партнерами «Экобалка Эрвида», «Мешпилс» и «Римминг», начиная с 21 апреля. И компания называется по-английски «Сортатлон Пентатлон», по-русски будет тоже «Сортатлон Пятеборья», где мы призываем людей, то есть идти к дисциплинам. Первое — скажи нет. Второе — повторное использование. Третье — подумай, прежде чем что-нибудь делаешь. Четвертое — переобразовать. И последнее — это уже сортировать и отправлять на переработку. И почему пчела? Потому что пчела опыляет где-то 170 тысяч видов разных населений. И я слышал, что говорят так. Когда умрет или пропадет последняя пчела, пчела с земли, тогда уже будет конец человечеству. И потому наши художники делаются разные искусственные, ну не искусственные, вот такие, по-русски не знаю, виды с объектами не пользовался. Ну вот как вы назвали мухой, я назвал пчелой, а они начали, чтобы люди задумывались насчет пчел и насчет своих действий, что мы можем делать сегодня, чтобы не пришел такой день, что вот последняя пчела умерла. А вот кто все-таки больше всех мусорит? Кто виноват в том, что количество мусора? Я ведь все-таки предполагаю, что, наверное, здесь больше вина жителей, скажем так, промышленных стран, то есть страны там третьего, или страны третьего мира тоже мусорят? Знаете, это очень интересный вопрос. Это в каком пункте мы считаем этот мусор? Если по производству мусора, тогда, наверное, это, ну скажем так, Европа, Америка, ну, такие страны, если мы смотрим, как мусор попадает в природу, тогда мы очень хорошо умеем мусор выкидывать в контейнера. Но это нельзя сказать насчет третьих стран, где у них вообще не развита, ну, конечно, не у всех, но в большинстве случаев не развита система по сбору мусора, и тогда они этот мусор выкидывают, куда попало, в том числе в реку, из реки это попадает в океан, и тогда мы говорим о этих островах плавучих, которые, ну, состоят из мусора. Мы когда в прошлый раз общались, я напомню, у нас в гостях директор Латвии-залиспункс Каспар Закулайс, мы говорим о сортировке мусора. Вы тогда начинали другую кампанию по сбору отходов текстиля, ну, всякие маечки и прочее. И, насколько мне известно, латвийцы хорошо себя вели в этом смысле и собрали какой-то рекордный груз. Так ли это? В 2019 году мы начали пилотный проект по сбору текстилей, то есть в том числе одежда и обувь. И в течение года мы собрали 500 тонн. Этот объем с каждым, скажем так, месяцем, то есть в марте месяце, то, что сейчас закончилось, это вообще был рекорд. 75 тонн в один месяц собрали люди. В 2023 году мы планируем, министерство тоже так обещало, что будет система по всей Латвии, где у каждого жителя будет возможность в культурном виде освободиться от ненужных текстилей. То есть будут специальные контейнера или площадки по сортировке мусора, где вы можете оставить свои старые, ну, то есть ненужные текстили, одежду и обувь. Ну а с переработкой этого собранного объема рекордного вы справляетесь? Этот пилотный проект мы начали, потому что мы должны изучить, что люди нам несут и что с этим можно делать. Есть вещи, которые можно сразу, ну, из химчистки, которые можно сразу одевать. Ну, есть, конечно, текстили, у которых нет пока возможности по переработке. Но это пока, потому что нет такого большого объема, чтобы запустить завод. Но мы посчитали, что нужно примерно где-то собрать 5-5 тысяч тонн в году, и тогда можно уже построить завод по переработке текстилей. Это будет, через пару лет будет. Ну а пока вы куда-то за границу отправляете? В разные места, да. И здесь на месте сбываем, и за границу тоже сбываем. Каспар Закулис с нами на прямой связи, директор Латвии Залиспункт. У меня вот такой вопрос тоже непростой. Вот как вы относитесь к инициативе, которая была, по-моему, еще господином Пуца озвучена, о том, чтобы ликвидировать мусоропроводы в многоквартирных домах, что это, дескать, будет способствовать сортировке мусора. Просто я к тому, что мне кажется, что это, в принципе, дело ведь, ну, скорее, добровольное, когда люди, ну, вот осознанно начинают, ну, относиться к природе бережнее и делать что-то именно по велению сердца и души. Вот когда их начинают принуждать к этому, не говоря уже о том, что, ну, многие были возмущены, что, ну, не знаю, пожилые люди, которым тяжело выносить мусор каждый день, или это есть, ну, просто снижает стоимость квартиры, которую, ну, вроде бы, приобретал человек, покупал в доме, есть мусоропровод, а вдруг выясняется, что его ликвидируют. И это все вызывает, ну, может быть, вот как раз негативную реакцию, и, наоборот, может людей настроить, ну, вот против, ну, вот этих вот прекрасных инициатив по сортировке. Вот ваши отношения, вот чисто, я просто высказал свою точку зрения, вот как вы относитесь? Да, я сто процентов согласен с тем мнением, что эти мусоропровода нужно закрыть, потому что, когда есть мусоропроводы, люди не сортируют. Обычно в тех домах, где есть мусоропровод, есть лифт, ну, так что можно спуститься на лифт и сортировать. Я иногда думаю, что у нас немножко искалечены представления о свободе, о демократе. Вы попробуйте в Германии жить и не сортировать, вы сразу получите штраф. Там этот вопрос вообще не обсуждается. Нужно сортировать, и народ это делает. Ну, я, кстати, согласен. Есть какие-то вещи, которые можно только пряникам, но иногда нужны кнут, потому что одним увещеванием и воспитанием далеко не уедешь. Нужно и как-то принуждать. Я вам, например, один привет. У меня была возможность немножко пожить в Канаде у друзей, и я, конечно, интересовался этим делом, как у них там состоит в частных домах насчет вывоза мусора. У них поставлен вопрос так. Мусор вывозится каждые две недели. Этот вопрос вообще не обсуждается. Это не так у нас там на месяц один раз, один раз в неделю. Кто-то берет иногда один контейнер на полгода. В Канаде ты можешь выбирать только объем контейнера, то есть 120 литров, 240, 360, но вывозится через каждые две недели, потому что эта логистика так построена, и этим занимается предприятие, которое знает свое дело. Да, говоря об объемах мусорных баков, кстати, спасибо, что напомнили, а я, в свою очередь, напомню, Каспар Закулис у нас в гостях, директор Латвии Зали Айспунгс. Рижская дума недавно увеличила объем мусорников в парках. Я вот тоже обратил внимание. Как вы относитесь к этой инициативе? Зачем? Чтобы реже убирать, чтобы больше умещалось? Это связано с тем, что мы больше мусора производим, в том числе в пандемию, я не знаю, возможно, это как-то касается и того, что сейчас предприятия общепита работают на вынос? Ну, видите, в общественных местах должны быть маленькие контейнера для... Ну, то есть, съели мороженое. Ну, куда вы этот фантик будете девать? Вот такие маленькие специальные контейнеры должны быть. Да-да-да, но они как раз-таки поставили большие мусорники. Там, где стояли раньше стандартного размера, они стали больше. Это, конечно, вопрос Рижской доме, как они выбирали этот объем контейнера. Но у людей должна быть возможность освободиться от маленького, то есть, мусора, как я, например, вот этот фантик, это фантик-бантик, ну, куда он будет нести? Лучше выбросил контейнер, чем выбросил на землю. Вне всяких сомнений, разумеется. Я тоже иногда буквально физически страдаю от отсутствия маленьких мусорников. Ну, правда, ну, в самом деле... Я складываю у меня в рюкзаке этот боковой кармашек, туда запихнул, и пока не дойду до мусорника. Ну, я думаю, по карману, конечно, наверное, только не под ноги. Доброе утро, у нас есть звонок из эфира. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Доброе утро. А вот что делать с контейнерами для пластмассы и картона? Там щели в этом желтом колоколе, ну, она буквально высотой, как вот кассета для яиц. А очень много же картонной упаковки большой, никто ее рвать не будет. Она скапливается вокруг этих контейнеров. И убирают довольно редко, несколько дней, а то и неделями стоит этот мусор. Вот для них какие-то контейнеры будут отдельные или нет? Спасибо. Спасибо. Ну, я, насколько знаю, что вот эти большие, если я правильно понял, большие контейнеры только с специальным отверстием, они предназначены для публичного пользования в большинстве случаев. Ну, тогда вы должны разобрать эту коробку, сложить, чтобы она занимала место. Это и в интересных жителей, например, у которых есть контейнеры дома для раздельного сбора. Пожалуйста, сплющивайте или разбирайте эти коробки. А то получается, вы выбросили одну коробку, контейнер полный. Потом, получается, пришел другой житель, а контейнер полный положил свою коробку рядышком. Я просто понял, что вопрос в том, что иногда бывает, что этот размер картона очень большой и не проходит в это отверстие. То есть тогда просто можно разорвать, наверное, картон. Скажем, коробка от современного телевизора. Ну да, она очень большая. Еще одну минуту буквально у нас есть, если можно очень коротко. Принимаем звонок. Доброе утро. Здравствуйте. Говорите. Доброе утро. Вот, знаете, уже который раз и слушатели поднимали вопрос, что неясно, что, как бы сказать, можно куда бросать. Оказывается, вот если подъедить вот эта упаковка, это вторично перерабатывает уже мусор, и его эти мусорщики не берут. И так и многое, что люди просто не знают. И бросили вот одну такую коробку, а мусорщики посмотрели, и уже считают это как несортированной. Спасибо, да, я понял. То есть проблемы информированности. Да, ну, в принципе, я знаю, что в Латвии мы идем на одну систему, что если вы живете или в Риге, или в Далгопилсе, или в Лепае, или в Алмире, должна быть одна система, что выбрасывалось и то, и то, и то. Например, я получил от своей мусорной компании листок, где четко расписано, что можно вложить или что не можно вложить в этот мусорный контейнер. Так что у меня, ну, в принципе, проблем нет. Нужно спрашивать у мусорной компании, которая обслуживает, что можно, что не можно вложить. Ну, и, видимо, с вашей стороны, со стороны Латвии залезть пункт, может быть, нужно как-то этим мусорным компаниям тоже так строго-настрого наказать, проводить информационную компанию, работу с населением. Нет, ну, тема ясна, что актуальная, и вопросов много, и достижения, кстати, есть. Поэтому обязательно продолжим зеленую тему, тему сортировки мусора обязательно. А на сегодня мы прощаемся с Каспаром Закулисом, директором Латвии зале Айспунс. Огромное спасибо, Каспар, что были с нами. Спасибо, хорошего дня. До свидания.